Год назад я проанализировал ситуацию, которая связана с Ираном. Потом летом написал в книге и сделал видео о том, что в январе 2019 года возможен военный конфликт, связанный с этой страной. И вот совсем недавно один бизнесмен мне написал по интернету письмо, в котором говорит о том, что наоборот идет позитивная тенденция к гармонизации вот этого конфликта. В 7 раз увеличились закупки продовольствия Ирана через Соединенные Штаты и через Израиль. Но если мы взглянем на планетарную ситуацию, то она выглядит следующим образом. В напряженной зоне находятся три мощных планеты Ирана. Это Солнце в 12 градусе Овна, Плутон в 19 градусе Весов и Юпитер в 29 градусе Рака. На Юпитер действует планета Уран. Что это значит? Уран это внезапные мощные разрушающие действия. Юпитер это экономика, это торговля, это предпринимательство, это бизнес. Как мы видим, в 18 году, когда идет самое мощное воздействие Урана по Юпитеру, разрушается экономика Ирана. Большинство западных фирм, они сворачивают свою деятельность в Иране, отказываются от контрактов под давлением США. И экономика Ирана в 18 году, она резко падала. Плутон. Плутон это планета власти, на нее оказывает влияние транзитный Плутон. Что это значит? Столкновение власти Ирана и властей США. Мощнейшая воля США давит на силовой потенциал Ирана, чтобы уменьшить его роль в этом регионе. И Солнце в 12 градусе Овна. Позитивное влияние идет воздействие от планеты Юпитер, от торговли. Но с декабря месяца на Солнце давит Сатурн. Сатурн это ограничение, это законы. И США хотят под свои законы подмять это государство. Три планеты в напряженных аспектах и одна планета в гармоничных, в позитивных аспектах Юпитер. И три в напряженных. Напряжение возрастает. И в январе оно еще больше возрастет, это напряжение. Солнце пойдет по этим напряженным точкам. И Марс в середине января даст напряженный аспект к Солнцу Ирана. И в конце января к планете Плутон, к планете власти. Что возможно приведет к гневу, к агрессии, к борьбе против вот такой несправедливости, с которой столкнулся Иран. Мой прогноз, он остается прежний, 80% против 27%, что будет военное столкновение в Персидском заливе. Очень бы хотелось, чтобы эти 20% победили, чтобы военного столкновения не было. Или чтобы оно было как можно короче. И вот эта военная ситуация, это напряжение, оно будет стихать после 10 февраля. К концу весны вот эти напряженные точки, о которых я упоминал, они будут все меньше и меньше. Их сила будет все уменьшаться и уменьшаться. Конфликтная ситуация вокруг Ирана, она сама собой рассосется. Но Ирану надо выдержать январь месяц. Когда будут самые мощные нападки на него со стороны западных правителей. Со стороны тех, кто хочет управлять этим миром. Если Иран это сделает в очень хорошей такой форме, это будет очень здорово. Если удастся избежать военного конфликта, это будет очень позитивным явлением. Это будет говорить о том, что эпоха Водолея, она наступает. Эпоха войн, она уходит в прошлое. А эпоха Водолея, дружбы и согласия, понимания между народами, она наступает. Это будет такой очень мощный, позитивный факт в развитии человечества. Ну что ж, поживем, увидим и, может быть, пошлем свой посыл гармонии для самого позитивного решения всех проблем, которые там накопились. Благодарю за внимание.